Привет, друзья! По просьбе моих зрителей мы сегодня снова посетим странные, удивительные места города Владивостока. В этот раз мы находимся на территории старой военской части, ПВО. И так называемая геосфера, геокупол перед вами. Мы зайдем, посмотрим, что это такое. Раньше здесь, конечно, размещалась аппаратура и агрегаты военного предназначения. Сейчас все это заброшено. Вот, конечно же, все это дело разрушено. Сфера очень огромная, можете посмотреть ее в соотношении с автомобилем, в пропорциях. Там есть человек для масштаба, специально нанятый для этого ролика. Ну, а мы прогуляемся вокруг и посмотрим, что же она из себя представляет. Тут есть, конечно, вход, он вовсе не бронированный. Купол собран из ячеек. Форму ячеек можете видеть. Конечно же, купол оприходован людьми всякого мистического толка, которые этой сфере приписывали и магические, и целебные свойства. Потому как здесь, наверное, концентрируется энергия, которая из космоса поступает и падает вам прямо на голову вот через это отверстие. Давайте посмотрим. Тут есть, конечно, древние надписи, хотя на самом деле шучу. Никакие эти надписи не древние. Для желающих я сделаю круговую панорамку, и вы сможете прочитать. Ну, а тут магические круги, магические лабиринты, без которых сейчас у нас не обходятся ни одни красивые места. То есть на любой сопке, в любом распадке вы можете встретить вот такие таинственные круги, сделанные вовсе не инопланетянинами. А вы берете по вот этим лабиринтам, ходите, читаете какие-нибудь мантры, и вам, возможно, становится хорошо, а, возможно, плохо. Так, зайдем в этот магический круг, нарушая все табу и табышки. Вы наверняка слышите большое эхо звучное и обещанная панорама, так, чтобы вы могли прочитать, что здесь написали люди. Люди любят писать, и как только они изобрели грамоту, они стали наносить надписи на всевозможные стены, предметы, скалы, везде, где они хотели увековечить свои мудрые, иногда не очень мудрые, письмена, ну и, конечно же, имена. Вот тут вот видно хорошо имена тех, кто расписался. Вот есть вот такое гнездо, да, таинственное гнездо, которому ведет вот такая вот таинственная веревочка. Давайте подойдем к этой веревочке поближе и посмотрим, что же это за веревка такая. Вот такой трос, я до него не дотянусь, несмотря на свой рост, а вот там вверху гнездышко, не знаю чье. Ну, выйдем из этой геосферы, геокупола, геосооружения. Как еще можно это назвать? Думаю, хорошо видно, что материал здесь не металл. Металл только сама ячеистая конструкция. Все остальное это вот такая странная материя. Давайте я покажу вам ее ближе. Хитрая материя, изобретенная специально для этих целей. Так, давайте пробежимся снаружи. У нас туман, типичная ладивостовская погода для июля. Июль я обычно называю мокрюлем, потому что очень мокро, хорошей погоды редко дождешься, ничего не видно вокруг. Зато из этой сферы можно было наблюдать не только летающие тарелки, но и всяких туземцев со звездно-полосатым флагом, которые пытались к нам прилететь. Их хорошо фиксировали и иногда выпроваживали, а иногда по попке хлопали. Так, ну вот так вот хорошо видно, птичек слышно. Геосфера видно, лишь бы я только не упал со скалы. Здесь обрывы достаточно внушительные. Части фортификаций для обороны этой сферы. Шучу, конечно, не обороны этой сферы. Тут вот взорванные когда-то бункеры были. Мы в них не полезем, и так темно, и так туманно. Ну, а на этом все. Пока, до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok